Нам предстоит очередное изменение границ Кумысной Поляны. Говорят, что она станет немного больше, но это в основном за счет островов, а от самого леса будут отрезаны куски где-то побольше, где-то поменьше. В частности, меня очень заинтересовала судьба одного кусочка размером около двух гектаров, который находится рядом с Октябрьским ущельем. По утверждению одного приятного чиновника, это место не может быть заповедником и ООПТ, потому что там находилось некое венгерское кладбище. Вот сейчас мы туда зайдем и посмотрим. Правда, мы без лопаты. Ну вот, мы внутри Кумысной Поляны. Тут красиво, культурно, следы жизнедеятельности. Сапог. Нормальный, кстати, сапог. Чего выбросили, непонятно. Там банки, склянки. Хорошо. В общем, не самое фешенебельное место, прямо сказать. Вот, кстати, дохлый еж. Смотрите. Ну вот, мы находимся буквально посреди ничего. На самом деле, это участок номер 65, который будет переведен из земель ООПТ, особо охраняемых природных территорий, в земли городские рекреационного назначения. По версии одного чиновника, Министерства природных ресурсов и экологии, эти земли не могут быть землями ООПТ, потому что здесь находится кладбище. В таком случае, это первое вертикальное кладбище в мире. Вот пока нашли чей-то туфля. Мы, конечно, не взяли с собой лопаты. Мы очень сильно извиняемся. По-моему, довольно-таки очевидно, что версия с кладбищем, она слабовата. Она как-то не находит своего подтверждения на местности. Просто здесь 45 градусов. Серьезно, это куда? Одним словом, мне искренне жаль всех венгров, которые каким-то образом не дожили до возвращения на родину, находясь на саратовской земле. Но вот, по-моему, именно здесь их нет. Вот там мы наблюдаем заборы. Вот прям их видно довольно близко. Эти заборы обозначают владения, находящиеся в собственности саратовской области и в пользовании у двух замечательных структур. Областного госпиталя ветеранов войн и дом приема официальных делегаций. Да, табличка бы не помешала. Здравствуйте, вас приветствует дом приема официальных делегаций. Добро пожаловать на наше венгерское кладбище. И вот эта вот вся земля приятно округлит их владения. До такого хорошенького большого участка примерно раза в два. Этот участок номер 65 это 2,5 гектара вот такого вот зеленого леса с прикольными старыми деревьями. Вот тут всякие клёны есть. В общем, по версии того же самого чиновника здесь находится венгерское кладбище. Вообще в городе у нас два венгерских кладбища уже есть. Правда там с 98 года никого нет, потому что их всех, слава богу, эксгумировали и увезли на родину. Но одно находилось в Ленинском районе, другое в Заводском. Здесь еще больше венгров, это было бы уже слишком. Ну вот мы полетали с вами над этими прекрасными участками, которые принадлежат Саратовской области. По-моему, там все очень красиво, версальчик такой. В принципе, этот склон украсит все эти замечательные ландшафты. И, наверное, тем официальным делегациям, которые будут приезжать в дом, будет приятно посмотреть на какие-нибудь альпийские горки, которые тут сделают. Великолепно просто, на самом деле, я не понимаю, зачем людям отпуск, зачем вот вся эта ерунда. Можно же залезть на Косогор, вляпаться в дохлого ежа. Шикарно. Мы, можно сказать, наверное, последние туристы, которые здесь побывали, потому что потом заборчик сюда так, хоп, сдвинется. И фиг кто пройдет просто так, если он не официальная делегация. Ну вот, мы сходили, прогулялись. Как видите, мы нашли замечательные мраморные памятники бабушек, торгующих цветами на могилах и так далее. Ну, в общем, нет на самом деле. Склон. Кому он нужен? Зачем его хотят застроить? Зачем его хотят оттяпать от леса? Он же, ну, правда, неудобный. Не знаю, мне кажется, зря это все. Субтитры подогнал «Симон»!